Дмитрий, все как кажется, что забывают немного о ситуации на передовой и на фронте, потому что вот эти продвижения в районе Селидова, в Донецком направлении, в направлении условно Курахова, Покровска, они какие-то уже привычные что ли. Даже на совещании у Зеленского по событиям на фронте, ну какой-то упор на Курскую область, а вот как-то вот мимо проходит Донбасс, почему? Донбасс мимо не проходит, давайте говорить о том, что ожесточенные бои, причем, вы знаете в чем ошибка, акцентируют внимание только либо на Покровском, либо на Кураховском направлении. В движение пришла вся линия фронта, то есть вся протяженность Российско-Украинского фронта, это более тысячи километров. Тяжелая ситуация на Лиманском, на, соответственно, Купянском направлении, на Запорожском направлении, то есть все практически участки боестолкновения, это, к сожалению, тактические продвижения оккупантов. Поэтому, по всей видимости, чтобы не портить, скажем так, общую картину, акцент делается на отдельных участках фронта, а именно на Покровском, либо же на Кураховском. Давайте проанализируем, что происходит на Кураховском направлении. Да, продвижение оккупантов, будем называть вещи своими именами. Российская Федерация практически оккупировала населенный пункт Максимилиановка. А в чем важность данного населенного пункта? Это логистика. То есть через Максимилиановку проходила на одной из наиболее удобных для сил обороны Украины логистические составляющие. Это, соответственно, проведение ротации, вывоз раненых, подвоз БК. На данный момент следует отметить, что расстояние до, соответственно, Курахова порядка трех с половиной километров. На момент боев за Максимилиановку тут следует отметить изменение тактики действий российских оккупантов. Если ранее атаки отдельными, соответственно, пехотными соединениями при малом количестве бронетехники, то на данный момент было задействовано до тридцати единиц бронетехники. Большая их часть была уничтожена, это порядка двенадцати единиц. Восемь повреждено, но остальная отошла, соответственно, с потерями личного состава. Но, еще раз подчеркну, до Курахова три с половиной километра. Курахова – это не только логистический хаб, но и крупный промышленный центр Кураховская ТЭЦ. И тут, Александр, основной вопрос будет у меня, возникнет, если в случае неблагоприятных сценариев, в каком состоянии оккупанты возьмут Кураховскую ТЭЦ. И я объясню, почему подобные опасения. Во время боев за Новогродовку россияне взяли в рабочем состоянии шахты, три шахты. То есть не было выключено даже энергосоставляющее, и производилась водооткачка. Если подобные ситуации повторятся и на других промышленных объектах Донецкой области. В Луганской, к сожалению, частинскую ТЭЦ аналогично оккупанты почему-то взяли в рабочем состоянии. Хотя еще в 2014 году ее минировал батальон Айдар, предупреждая возможные негативные процессы в моменте прорыва российских войск и захвата этого стратегически важного энергетического объекта. То есть вопросов возникает более чем предостаточно. Но, тем не менее, по Курахову понятно. То есть ситуация, скажем так, весьма прогнозируемая. Тем более после потери Угледара. Было понятно, что оккупанты будут активизировать свои продвижения, соответственно, в западных районах Донецкой области. Но обострилась же и ситуация на Часовьярском направлении, который до последнего момента считался одним из наиболее стабильных. Оккупантам не удавалось преодолеть, соответственно, канал Северский Донец-Донбасс. На данный момент есть продвижение. К сожалению, бои в Жавкновом районе и продвижение в районе улицы Серова. Кроме этого, бои в районе 17-й школы. И следует отметить, что есть тактические успехи на запад от канала Северский Донец-Донбасс. Причем тут основная ситуация, что опять будет использоваться тактика так называемых малых котлов. То есть угроза создания оперативного окружения. На данный момент Силы обороны Украины контролируют порядка 80% данного населенного пункта. Но по всей видимости речь идет о том, что оккупанты основной целью это выход на Константиновку. То есть будет создаваться угроза, соответственно, на логистике вооруженных сил Украины и создаваться предпосылки для выдавливания гарнизона вооруженных сил Украины с занимаемых позиций. Это по Часовьярскому, Селидовское направление. Вот здесь наиболее тяжелая ситуация. Дело в том, что Селидово, Мирноград и, соответственно, Покровск – это единая Покровская агломерация. И опять, когда пытаются выделять отдельно Мирноград, либо Селидово, и давать, скажем так, неполную картину ситуации на Покровском направлении, ну, это не совсем правильно. То есть это совсем неправильно. Речь идет о том, что оккупанты опять активизировали наступление по флангам на Мирноград и Селидово, фактически охватывая Покровск. Покровск – это большой промышленный центр. До 100 тысяч населения проживало до момента широкомасштабного вторжения. Опять-таки промзона большая, районы многоэтажек. Но опять мы видим изменение тактики действий россиян. Если ранее это фактически атаки в лоб, достаточно вспомнить бои Бахмута и Солидари, то теперь это фланговые охваты. Это, в первую очередь, скажем так, попытки взять под контроль логистику и, соответственно, снизить до минимума потери личного состава как раз в уличных боях. То, что сейчас происходит на Селидовском направлении. Есть продвижение в районе населенного пункта Вишнево, а это фактически пригород Селидово. Бои ведутся в самом уже населенном пункте, но пока не дошли до районов многоэтажек. Кроме этого, соответственно, есть движение россиян вдоль железной дороги от населенного пункта Цупурино, который ранее был взят под контроль оккупантами. И аналогичное движение со стороны оккупированной Новогродовки. То есть, я еще раз подчеркиваю, это угроза флангового охвата Селидова. Основные действия оккупантов направлены на установление непосредственного контроля над локациями. Это трассы Покровск-Селидово и, соответственно, Покровск-Карловка-Донецк. То есть, основные локации вооруженных сил Украины. Тяжелая ситуация в Горняке. И, соответственно, Новоселидово. В Горняке мы порядка 40% контролируем населенный пункт. Бои ведутся уже в районе рынка. И есть угроза дальнейшего продвижения оккупантов. Фактически, наш плацдарм Заречка и Волчья, он сужился до контроля территории приблизительно на километр в глубину и до двух километров в ширину. Поэтому серьезные вызовы. Мы не забываем о Донецкой области. Еще раз подчеркиваю. Ну и, кроме того, ситуация очень серьезная в районе Северска. То, о чем мы, Александр, с вами, вот даже меня поправляли, вы все время делаете акцент на данном направлении. Но на данном направлении сейчас угроза оперативного окружения украинских войск. Одновременные удары со стороны Донецкой области. К сожалению, есть тактические продвижения. И со стороны Белогоровки. В Белогоровке мы удерживаем ситуацию под контролем за счет контроля именно господствующих высот, так называемый «меловой карьер». Но, еще раз подчеркну, что, несмотря на передислокацию наиболее боеспособных подразделений, а речь идет о 106-й дивизии воздушно-десантных войск, ситуация на Северском направлении довольно серьезная. На Лиманском направлении аналогичная ситуация. После захвата, соответственно, населенных пунктов Макеевка, Луганской области, не путать Донецкой, и, соответственно, Невской, есть дальнейшее продвижение к реке Оскол. И угроза непосредственно уже выхода на данную водную преграду. Вот это основные вызовы, которые стоят перед вооруженными силами Украины. Дмитрий, я хочу у вас как у аналитика спросить. Вот прям важный момент. А почему вот так удается продвигаться? Все больше и чаще говорят о том, что вооруженные силы Украины как бы вот не держат ближний стрелковый бой. И, соответственно, когда там идет наступление, там работает артиллерия, дроны, ну, как на фронте, как всегда. Там с той стороны еще КАБы, с нашей стороны, понятно, есть там разное вооружение, натомское и так далее. Но это все как-то вот бои, ну, условно, длинной руки, да. Если мы берем оперативную ситуацию непосредственно на поле боя, окоп в окоп. А когда как бы идет сближение с противником, то здесь практически всегда, ну, вооруженные силы Украины откатываются. Почему? Проблемы личного состава. То есть пополнение личного состава. Вот это основная проблема. То есть отсутствие фактически оперативных резервов. На данный момент уже прозвучали заявления о ужесточении мобилизационных мероприятий в Украине. Соответственно, это народный депутат Черниев. Но возникает вопрос, а как это будет выглядеть на практике? Практика бульсификации себя дискредитировала полностью. Хотя бы если брать во внимание количество возбужденных уголовных дел по фактам, ну, самовольного составления части. Давайте называть, ну, вещи своими именами дезертирство. Более 60 тысяч эпизодов, правильно? Называют больше. Ну, это то, что даже официальное. То есть опять стоит вопрос. Соответственно, мотивации. И то, что происходит, соответственно, с непосредственным моментом укомплектования личного состава, ну, большие проблемы. Давайте говорить о том, что даже... Я процитирую, кстати, командиров вооруженных сил Украины, потому что сейчас уже заявили об уголовной ответственности в моменте дискредитации действий ТЦК, правильно? Поэтому мы будем опираться на первоисточники. Соответственно, когда выходят представители бригад сил обороны Украины и заявляют о том, что количество, скажем так, того персонала, которое привозится, непосредственно в подразделения. Ну, если 10% пополняют непосредственно боевые подразделения, то это очень хорошо. Вот это основная проблема, которая стоит сейчас перед вооруженными силами Украины. То есть нехватка личного состава. Решать за счет вопроса бусификации нет, это не решение вопроса. Соответственно, встает вопрос, каким образом пополнять личный состав. Тут единственный вопрос, это либо материальное стимулирование, то есть повышение денежного удовольствия, либо, соответственно, ну, скажем так, снижение призывного возраста. Но последние заявления президента Украины свидетельствуют о том, что, соответственно, вопросы снижения призывного возраста на данный момент не рассматриваются. Более того, украинской стороной это подается как твердая принципиальная позиция украинского президента в ответ на предложения западных партнеров. Причем речь звучит о снижении призывного возраста до 18 лет. Но давайте же говорить откровенно, что подобная сентенция – это так называемое прогревание публики, то есть замер социальных настроений, как общество будет реагировать на подобные, скажем так, предложения со стороны либо народных депутатов, либо уже непосредственно, скажем так, представителей Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Вот два варианта пополнения личного состава. Либо увеличение денежного удовольствия, либо, соответственно, снижение призывного возраста. Каким вариантом пойдут, ну, это вопрос открытый. Ну, все равно непонятно все-таки с военной стороны вопроса, как бы, проблемы ближнего боя. Это, получается, те люди, которые, они как не подготовлены к такого рода боя? Александр, ну, если, я еще раз процитирую, если некому вы, соответственно, траншеи противостоять, если, скажем так, ну, линия боевого соприкосновения отделения там составляет определенный промежуток, правильно? А, соответственно, получается, что личного состава прикрыть данное направление не хватает. Поэтому идет основной акцент, соответственно, на контрабатарейную борьбу и использовании пивидронов. Ну, в моменте прорыва непосредственно штурмовых групп россиян они используют сейчас баги, мотоциклы, ну, любую, скажем так, технику, которая позволяет непосредственно вступать в боевое соприкосновение с силами обороны Украины. Тогда возникают вопросы. То есть, ну, чтобы было понятно, стрелять некому. Вот и основная проблема. Да, но когда на фронте некому стрелять, тогда волей-неволей задумаешься о каких-то других решениях вопроса. Вопроса войны, перемирия или каких-то других шагов дипломатических. По вашей оценке, ситуация та, которая сейчас на линии боевого соприкосновения, она подталкивает политическое руководство к подобным шагам? Ну, давайте говорить о том, что если начинают звучать, соответственно, уже предложения о возможности так называемых мирных переговоров, более того, рассматриваются различные сценарии, то я не исключаю того, что происходит определенная консультация. Тем более, сегодня появилось сообщение о том, что, ну, есть консультации, соответственно, и с западными партнерами, и, соответственно, скажем так, с третьими странами, которые выдвигают свои так называемые мирные планы. Позиция украинской стороны понятна. То есть, есть четкие заявления политического руководства Украины, мы не торгуем территориями. Тезисы о выходе на границе 91-го года, они, как видите, они видоизменены уже, уже никто не поднимает данную тему. На данный момент стоит вопрос, соответственно, каким образом реализовывать украинскую стратегию, то, что было предложено, соответственно, на так называемом плане перемога. То, что этот план, ну, не жизнедеятельный, не жизнеспособен, ну, одно свидетельствует заявление представителей НАТО по нескольким пунктам данного плана, правильно? Более того, меня насторожило заявление представителей, соответственно, парламентской ансамблеи НАТО о том, что предложение украинской стороны по поводу замещения американского контингента на европейском континенте, ну, фактически выступает в унисон с российской, скажем так, стороной в моменте снижения присутствия американской стороны в Европе на момент окончания, соответственно, войны. С одной стороны звучит предложение о том, что... Подождите, подождите. Вы так просто сформулировали. То есть мы предлагаем то, что России надо. Мы предлагаем те, скажем так, положения, которые, по мнению, еще раз подчеркиваю, парламентской ассамблеи НАТО каким-то образом пересекаются с ведением российской стороны. С одной стороны, мы говорим о том, что по окончанию войны украинские вооруженные силы будут представлять собой наиболее боеспособные подразделения, которые в состоянии сменить, соответственно, контингент НАТО в Европе. Но, с другой стороны, оценка представителей НАТО свидетельствует о том, что по окончанию войны вооруженные силы Российской Федерации соответственно выйдут на новый качественный уровень. И, соответственно, и к боевой подготовке личного состава, и, соответственно, планирование характера наступательных операций. То есть это палка двух концов. С одной стороны, когда мы говорим о боеспособности сил обороны Украины, которые готовы заместить, соответственно, американские войска в Европе, мы должны четко понимать, что, по мнению стран НАТО, российская армия аналогично выйдет от этой войны, наиболее боеспособной. И, скажем так, с учетом тех внешних вопросов, которые стоят в моменте и реформирования самой армии, соответственно, развития российского ОТК. Получается, что западные партнеры не понимают, что Россия стала опаснее. Да. И поэтому последний визит Остина, скорее всего, именно связан с этим. Во-первых, по всей видимости, идет речь о, соответственно, видении американской стороны в моменте возможного окончания войны. Ну и второй момент – это, соответственно, та раздуваемая, к сожалению, истерия по поводу возможного присутствия военнослужащих КНДР на территории, в том числе оккупированных территорий Украины. А что это за тема? Ну, многие от нее отмахиваются, говорят, ну, это какая-то информационная история. Эти плакаты, Ньюзвик, который пишет, а вот давайте мы южных корейцев сюда, чтобы они, если в плен попадали северно, и допросить могли, и вообще знают, как противостоять. Ну, сколько там тех корейцев? Ну, давайте проанализируем, откуда вообще взялась эта информация. 12-го числа появляется сообщение так называемого института излучения войны о том, что в Украине уже воюют солдаты из КНДР. К тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку у России. И, соответственно, их в ближайшем будущем могут перепинуть на линию фронта. Опираются они на публикации The Washington Post. То есть, опять-таки, речь идет о информационной составляющей данного сообщения. Первоисточник информации The Washington Post, который сообщает о том, что, Александр, и тут наиболее интересно, что северокорейские военные, вероятно, действуют в оккупированной Донецкой области. Причем они отмечают, что в результате недавнего ракетного удара вблизи оккупированной Донецкой погибло несколько северокорейских офицеров. Вы знаете, что примечательно? На что опирается, соответственно, и The Washington Post, и институты изучения войны? На сообщение анонимного телеграм-канала «Кремлевская табакерка» приехали. Но это не останавливает, соответственно, и тема уже пошла, как говорится, в народ. А теперь, Александр, давайте посмотрим, что, соответственно, сообщает сама Южная Корея. 18 октября в России уже находится 1500 спецназов Советской НДР, разведка Южной Кореи. Национальная разведслужба Южной Кореи сообщила, что Северная Корея уже отправила 1500 спецназов в цел. 18 октября. Аналогично. То есть, обращаю ваше внимание на дату. В этот же день. В Министерстве обороны Южной Кореи считают, что Северная Корея, вероятно, предоставила России гражданский персонал, а не отправила свои войска для участия в войне против Украины. Вы можете объяснить контроверсийность сообщений, соответственно, Министерству обороны Южной Кореи и Национального разведсообщества Южной Кореи. С одной стороны, в один день звучат сообщения об отправке спецпризначенцев КНДР, а в то же время Министерство обороны опровергает этой же страны, эту же информацию. Теперь по поводу 1500 спецпризначенцев КНДР. Александр, каким образом они могут поменять ситуацию на линии боевого соприкосновения в Курской области? На данный момент в Курской области россияне сосредоточили наиболее подготовленные подразделения. Две бригады морской пехоты, 810-я, 155-я, несколько дивизий воздушно-десантных войск, 7-я, 11-я, 76-я, 83-я, 106-я, элита, плюс 1-я штурмовая бригада, 2-я бригада спецназначения, 116-я дивизия Росгвардии особого назначения. Это не спецпризначенцы. То есть это элита вооруженных сил Российской Федерации. Силам обороны Украины противостоят не контрактники и не срочники. 50 тысяч. И объясните мне, полтора тысячи корейских спецпризначенцев, как они кардинально могут повлиять на характер боевых действий. А зачем мы тогда качаем эту историю? А вот это интересный вопрос. Зачем мы качаем? С одной стороны, мы можем говорить о том, что заявление, соответственно, о присутствии северокорейских военнослужащих на территории оккупированных районов Украины должно мобилизировать мировое сообщество в моменте поддержки Украины. Правильно? Выглядит более логично. Причем, давайте говорить о том, что заявление президента Украины прозвучало, скажем так, это так называемый контролируемый брос информации буквально за несколько часов донесения Путиным соответствующего указа о ратификации положения договора между Северной Кореей и Российской Федерацией. Да, это удар на опережение. Но, опять-таки, вопрос стоит в том, что данная информация не подтверждена, соответственно, представителями ни НАТО, ни Соединенных Штатов. То есть имеет место быть так называемый эффект бумеран. Вы помните, на пресс-конференции президент Украины Зеленский выходит вместе, соответственно, с Марком Рютте заявляет о том, что есть информация о присутствии военнослужащих КНДР на территории Украины. Марк Рютте опровергает данную информацию. Он говорит о том, что у НАТО нет подобной информации. Более того, Александр, Остин опровергает аналогичную информацию, которая звучит не только, соответственно, в Украине, но и в Южной Корее. И тогда стоит вопрос, а зачем действительно масштабируется эта тема? Логика только одна. Мол, смотрите, ну, понятно, что там вышел спикер Белого дома, кажется, но это не основной спикер, говорит, что вот Россия слаба, а не вот корейцев используют. Но, с другой стороны, если Россия использует какие-то контингенты других стран, то это как бы приглашение для других контингентов западных стран повоевать в Украине или нет? Вот. Вот мы и подошли к основному моменту. Дело в том, что Россия подобным вопросом информации фактически масштабирует уровень войны, правильно? То есть и в моменте расширения участников войны, потому что в случае подтверждения информации о нахождении северокорейских военнослужащих, данная страна автоматически есть участником войны. То есть фактически, Александр, идет речь о том, что не украинская сторона, а российская сторона проводит информационно-психологические операции. Заметьте, как раз на момент практического обсуждения плана перемоги президента Зеленского. Первый пункт, о чем свидетельствует возможное вступление в НАТО, правильно? То есть расширение границ НАТО за счет Украины. И в это же время Российская Федерация зеркалит, то есть дает асимметричный ответ уже не Украине, а странам НАТО в моменте возможности расширения участников войны, правильно? То есть дает понять, что на расширение, соответственно, границ НАТО последует асимметричный ответ, то есть вовлечение других стран в военные действия на территории нашей страны, боевые действия, я извиняюсь. Плюс отметим, что данная информационно-психологическая операция российской страны, первая ее основная задача это создание зоны напряжения на корейском полуострове.